сегодня мы хотим вас познакомить с некоторыми новыми камер мотор звук пошел запись нормально работаем работаем даже не на утюг пишусь норма нормально молодец молодец пишись куда хочешь представляешь ты такой хочешь послушать подкаст это конечно маловероятно кто в наше время слушает подкаст план шучу все слушать и ты такой типа послушаю к подкаст включаешь и тебя с первых секунд посылают куда-нибудь я быдлокаст да я хотел бы чтобы ты послал наших уважаемых радиослушателей в отпуск по россии конечно езжайте знаете вообще в отпуск по россии надоели здесь сидеть вот прямо сейчас выключили подкаст и пошли вот из дома или с работы где вы там слушать или из автобуса из автомобиля езжайте по россии в россии чудесно вообще куда бы вы отправили этих всех уважаемых людей не ну тут зависит от личных предпочтений на самом деле кому-то севера кому-то юга кому-то водоемы и там леса у нас у нас у нас всего в избытке основываться на своем опыте нет ну пожалуйста хорошо давайте я вот могу посоветовать горный алтай и республика алтай в частности вот чудеснейшее место замечательные пейзажи горы речки свежий воздух цветочки озера леднички все знаете ли присутствует все замечательно я красоту да и приехал в общем чудесная выдалась неделька недель шикарно ну шесть дней то что мне не выкинуть дорогу туда-сюда там пять шесть дней получается прекрасно наверное вот это да пчелиные мед привез да две баночки с собой очень вкуснятки любишь медок люби холодок вот именно за подкаст да 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 это поэтому последний день был прохладник в день отъезда как раз но ничего страшного даже иметь было обратно легче поскольку я злозу на машине вот от нас относительно недалеко вот так что замечательно путешествовал по спал свежем воздухе посмотрел на речку на горную на кату на замечательную посмотрел на снежные вершины издалека посмотрел на леднички издалека поездил на буханочки по горным речечкам. Ну, ты когда про ледничок сказал, я подумал, что конечно, если есть много ледничка, надо много буханочка какого-то. Без корчка, может быть, издалека. Не, ну просто видите, еще, скажем так, только начало сезона и, то есть, на самом-то Алтае уже было жара, то есть, он был, там, градусов по 28, по 30, но вдалеке, как бы, кажется, что на расстоянии вытянутой руки. Вот прям, вот уже они, снежные вершины. И если вот куда-нибудь я, может быть, даже смогу, конечно, может, опять же, жалко, что мы не можем сейчас писать подкаст в лайве с нашими лицами. И, может быть, что, фоточки туда подкреплять было бы сразу, знаешь, подкидывать, было бы очень прикольно. Ты видел эти лица? Страх кому показать. Ну, хорошо, могли бы там просто фоточки подкидывать на там, где-нибудь. А для этого есть чатик для уважаемых донов. Вот я видимо туда и подкину, а может быть и, не знаю, короче, куда-нибудь поставить фоточки закинуть, посмотреть наши пейзажи, красоты, замечательные. Вот. Так что, прекрасно, прошла неделя. В отпуске еще раз всем рекомендую. Особенно, конечно, если вы все-таки, допустим, решите посетить замечательную республику Алтай, я вам рекомендую делать это на автомобиле. Потому что небывалые по красоте дороги. Отличнейшее качество асфальта. Типа без ян даже. Вообще, там можно на корчах ездить, потому что я прям несколько гонок встретил по дороге, потому что народ там просто катается вот просто покайфовать. Потому что этот вся вот Чуйский тракт, дорога наша, Р-256, она идет до границы с Монголией. В принципе, я там почти возле Монголии то и был там. Киометров, наверное, 50 оставалось. А вот эта Долина Чудная долина, это же там вот, ну, Чуйская. Чуйская долина, это все тоже, да, это все вот там вот. Асфальт чудесный. То-то ты веселенький такой приехал. Ну, не поэтому, если честно. Не надо мне вот всякие... Монголия, позвоните. Не надо мне звонить, не надо мне звонить. Здравствуйте. Не надо мне, не надо мне к вас звонить. Подожди, стой, ладно, окей. Да, давай. Что, реально прям вот хороший асфальт. Я просто тут в другую ездил. Офигенный, просто, просто офигенный. Вот Чуйский тракт, это прям топчик. Вот если честно, вот эта дорога, в принципе, ну, трасса в принципе неплохая, от Новосибирска до Республики Алтай. Но именно вот эта вот часть Чуйского тракта, она там получается где-то километров, наверное, е. Ну, если мы берем от Бийска, ну, это 400 с плюсом, наверное. Прям вот. Нормально. Отличненько. Прямо, прям по бережку, по перевальчикам, понаваливать по серпантинчику, там прям вообще чудесно. Просто я вот тоже время. Я даже ехал на свой минивэне, я получал удовольствие. То есть от того, я представляю, если поехать на какой-нибудь прикольной тачке туда еще там, какой-нибудь там поднастроенной на какой-нибудь резине нормальной, там можно прям, ух, увеселиться вообще в щи. Не, узкая дорога прикольная, но правда, очень, очень живописно, очень круто. Не терял время тоже, знаешь, типа, ну, выходные, да, вот это все. Я, собственно, да, тоже решил, что я, конечно, надо, конечно, работать, но видно по... Загорелую лицу. Да, по YouTube-каналу видно, что человек что-то забил на блог, ну, такой типа, ну, я, конечно, люблю гонки, люблю видеопродакшн всяческий, но себя я тоже люблю, вот так и сдохнуть можно, а тут выдались первые выходные без каких-либо мероприятий, и я такой, круто, надо, типа, вот, тоже подрочить, ничего не делать. Ну, зато вот к друзьям съездил там, кросс, ну, туда-сюда, короче, все такое, хорошие, короче, такие тоже выходные. И вот к другу ехал и понял, почему он корч свой продал, потому что к нему, чтобы проехать в его, там, эту деревню, там, знаешь, вот положили лежачий полицейский, знаешь, такие, которые вот не, не, как-то сказать-то, не, как правильно сказать-то, не заводской, короче, вот, да, а такой самопальный лежачий полицейский. Обычно это асфальт насерют, кто на что гораст. И, как правило, это что-то такое, вот, ну, невообразимое. А здесь еще люди додумались, они вот этот вот самолепный лежачий полицейский положили на трубу, которая под асфальтом пролегает. И труба в какой-то момент, видимо, решила, что пора покидать то место, где она находится, и поэтому она себя вместе с сверху нее нафигаченым на асфальт лежачим полицейским подняла вверх. Я еле-еле прополз там на гражданской машине, и я понял, почему человек продал корчим, и просто не выехать. А чтобы к нему туда подъехать, там, причем, очень много всяких коттеджных поселков рядом, и некоторые из них даже весьма элитарно выглядят, но там нет асфальта вообще. Я такой, блин, пацаны, вот вам не жалко, типа, телеги свои, вы бы скинулись. Не знаю, вот просто у вас же должен быть чатик какой-нибудь, вы такие, пацаны, давайте по соточке там, типа, и просто новую дорогу сделаем, потому что за нас никто уже не сделает, видимо. Короче, поэтому вот приятно слышать, когда люди говорят, а у нас вот там вот где-то есть хорошие дороги. Ты такой, вот у нас вот тут их нет. Нет, естественно, если ты куда-то съезжаешь в сторону, там, потому что, естественно, куча маленьких деревень, это все такое аутентичное, живут алтайцы коренные, то есть это вот маленькие поселения какие-то, естественно, там дороги как бы, ну, не доложили. Но поскольку вот именно вот асфальтированная вот эта часть, которая идет просто вот через всю страну и выходит к Монголии, как бы, ну, она топчик. То есть там прям вот, если вы не страдаете каким-то там любовью к бездорожью или там какими-то, я не знаю, там, исследовательскими какими-то целями там в глубинку куда-то уехать, то вот просто по асфальту можно туда-сюда наваливать вообще весь день, пока бензин не кончится. Бензин продается сотый, девяносто восьмой, и как бы все прекрасно можно... Офигеть. Я тут в соседней деревне заправиться пытался через приложение, потому что кэшбэк был на топливо, и я такой... У вас в соседней деревне работает приложение? Вот я с четвертого раза, когда не получилось, тетенька такая в мегафон по всей колонке. Мобильные приложения не работают. Мобильные приложения не работают. Я такой, спасибо, получил свой кэшбэк. Вот, и мало того, что я через неделю туда еще доехал, потому что кончился бензин, и такой, знаешь, типа... Вот я первый раз приезжал, там, на пистолете с девяносто восьмым бензином висело «нет», типа топлива «нет». Такой, ну, стандартная табличка. Да, и вот неделя прошла, я приехал, и опять она там же висит, то есть девяносто восьмой так и не подвезли. А ты, может, ее надо перевесить на девяносто пятый, на девяносто второй куда-нибудь. Хорошая шутка, приезжаешь и просто вешаешь на какую-нибудь колонку. Надо взять на вооружение, в следующий раз обязательно так поступлю. Окей, давай, знаешь как, смотри, а что нужно, чтобы поехать на Алтай? Куда надо прилететь, чтобы там взять машину и куда-то поехать? Потому что для меня, я вот, ну, все знают, у меня с географией хуже, чем со всем. Вот, поэтому я такой, типа, вот и алтайца сказал, я представил индейцев, конечно, сразу же каких-то. Ну, они, кстати, звучат прекрасно. Кстати, немного похожи. Потому что это достаточно загорелые люди. Такие у них, такой, чуть-чуть узковатый разрез глаз. У них такой, ну, вешать специфичное. В общем, погугли, если интересно. Смотри, если мы говорим про аэропорт прилета, можно, конечно, прилететь в Горно-Алтайск. Вот, столицу республики Алтай. Но я не знаю, как там с прокатом автомобилей, если честно. Вот, поэтому все-таки, скорее всего, очень плохо. Как с 98-м бензином у меня здесь соседи деревья. Да, то есть я думаю, что, может, ты найдешь какой-то прокат, но это будет вместе с водителем, это будет какой-нибудь автобус или буханка. Нет, но я думаю, что самый лучший вариант прилететь в Новосибирск, потому что у нас здесь точно есть прокатные конторы. У нас здесь точно можно хоть что-то там найти. Там, я не знаю, понятно, никаких горчей гонок ты не найдешь, но возьмешь просто какую-нибудь обычную машину. Тем не менее. Хотя бы у тебя выбор будет какой-то поинтереснее, посовременнее. Вот. И, собственно, все. И, то есть, до Горно-Алтайска, Тамосибирска, где-то, наверное, ехать часов пять, я думаю. Где-то плюс-минус. Это нон-стопом или по дороге есть какие-то вещи, куда можно тоже что-то там позвать. Я такой прям вообще автопут. Как будто собрался, но интересно, вдруг кто-то соберется. Нет, ну, честно говоря, прям до Горно-Алтайска, наверное, смотреть, наверное, ничего особо, вот, ну, нечего. Ну, там ты проезжаешь, нет, Барнул, ты даже не езжаешь, ты проезжаешь его мимо, проезжаешь через Биск, но, как бы, тоже ничего интересного. Биск ремонтируют мост, там надо в объезд ехать. В общем, короче, так себе, честно говоря, как бы, ну, вот, ничего интересного, по большому счёту. Ну, там в паре мест можно садиться пожрать неплохо. Нет, вообще, если там нет картинга, я, конечно, тоже точно не поеду. Нет, картинга там нет. Нету на Алтае картинга. На Алтае, я говорю, есть вот бездорожье, красивые виды, пейзажи, вот, буханки, уазики. Вот такая вот всякая, короче, история. Всё понятно. Всё-таки это природа, а, как бы, не, знаете, там, не важно какой-то картинка непонятной. Говно, а не путешествие. Согласен, согласен, я поэтому вернулся. Это диванный подкаст. Здесь шумят моторы. Не делю, я ездил, думал об этом, потом думал, а что здесь делаю? А ты, вот, смотри, лимонадик ешь, да? Да как всегда, да, чайный гриб. Ну, ты хоть отдохнул, я надеюсь, ты бодр, свежий. Я отдохнул, да? Нет, я всё прекрасно, я отдохнул, я поспал, я соскучился по своей работе замечательной. Приехал, знаете ли, я работаю здесь. Работаю, работаю, ещё здесь вот и работаю. И вот сейчас с вами здесь, я же ещё подкаст пишу. Потому что что, правильное время идёт, мне ещё в июле в Владивосток ехать. Вот, да, а деньги сами себя не заработают. А деньги сами себя, вот, именно. Всё правильно. Ну, давай тогда поздороваемся с нашими уважаемыми радиотелеслушателями. Привет, друзья, это 82-й выпуск подкаста под названием «Диванный подкаст», как это ни странно. Здесь два небритых мужика. Один светловолос и росл. А второй немного... Низкоросл? Ну, не то чтобы низко, значит. И темноволосл. Не ниже Виталия Петрова, значит. Почти на уровне. Вот. И да, немного темноволосл. Хотя когда-то тоже был рус. Но слегка опух со временем. Вот. И вот мы тут говорим про, собственно, нашу жизнь. Как-то. Когда тебе немного за 30 или почти 40. И иногда про гонки ещё. Ну, так случается. Потому что гонки нас, собственно, объединяют. Но я всегда был сторонником того, что невозможно, понимаешь. Ну, что это такое? Должно же быть ещё что-то. Потому что, ну что, не только же... Нас наверняка что-то ещё объединяет с вами. Да, да. Сто процентов. Вот, например, тяга к путешествиям. Приключениям на задницу. Обязательно. Вот. Ну и да. Вот это вот всё. Так что я очень рад вас видеть, Тимур Евгеньевич, что вы жив-здорово. Здравствуйте, Илья Александрович. Очень тоже категорически рад вас приветствовать, видеть, лицезреть. И хочется, конечно, напомнить, что мы до сих пор не обсудили даже никакие гран-при Формулы-1. А непосредственно гран-при Испании. Да, я буквально его позавчера посмотрел. Ну и было бы круто, конечно, какие-то новости вспомнить. Потому что это традиционный кусочек нашего с вами подкаста. Ну давайте. Давайте начнём, может быть, с каких-то приятных новостей. Да. Ну каких-то таких, знаете, житейских приятных. Ну потому что, что наша жизнь? Что наша жизнь, конечно, это цветы жизни. Дети. Да. Райкин у нас стало пятеро. Мы же категорически рады. Пятеро. Сейчас надо всех посчитать. Раз, два, три. Четыре, пять, да. Ну и было четверо. Теперь вот пятеро, да. Вот, собственно, у Кимми у нас наделась очередная дочь. Назвали её Грейс. Две дочери и один сын. Да. Мне кажется, прекрасный набор. Замечательный вообще. В целом неплохо, да. Очень-очень хорошо. Поздравляем Кимми. Радостно, что человек нашёл себя вот в отцовстве вообще неожиданно. Как-то. А, кстати, хорошо, знаешь, потому что Робин же уже занимается картингом в том числе. Да. И если мы возьмём историю Кими Райканена как его семьи, когда он ещё сам был маленьким, то у него тоже был старший брат, который тоже занимался гонками. Но вот у старшего брата не пошло. И, ну, не до конца. Ну, то есть потом выяснилось, что, ну, точнее, мне кажется, что он самопожертвовал в итоге ради младшего брата. И если бы, получается, у Кими сейчас родился бы сын, то Робин, возможно, по традиции семейный как-то вот в какой-то момент приостановился. А так, возможно, мы когда-нибудь увидим ещё одного чемпиона мира с фамилией Райкань. Ну, кстати, опять же, если... Да. Девочки хорошо и красиво, понимаешь? Это очень красиво, это замечательно. Пускай будут. Вот мы с вами друг друга понимаем. Да. У нас с вами есть дочь. Разная. Не то, что мы у нас с вами. У каждого из нас своя, да. А, кстати, если говорить про Робина, вот, опять же, мы сейчас начали говорить, что у него есть успехи определённые уже. И как раз вот он на прошедшем этапе в Швейцарии занял третье место. Выступил как настоящий Райкань на подиуме. Дал настоящее порядочное интервью. Очень многословное, очень интересное. Я могу даже привести его. Если ты в курсе, нет? Ну, у нас, в принципе, много времени. Мы можем послушать, конечно. Можем позволить себе, да. В общем, был этап швейцарского чемпионата Rodox Max. Робин приехал на третье место. Дальше состоялся замечательный, очень удивительный диалог на подиуме. Робин, здравствуйте. Поздравляем вас. Эта трасса похожа на картодромы Франча Корда и Валене. Где ты уже выступал? Да, похоже. Она проще или сложнее? Проще. Ну, хорошо. А какое место ты займёшь в следующей гонке? Не знаю. Спасибо. Вот, в принципе, и замечательный. Я, конечно, думал, что там всегда будет, да. Она похожа на те трассы, на которых ты встал? Да. А она проще или сложнее? Да. Это было бы, мне кажется, лучше абсолютно. В общем, как бы Минзу это всё повеселило. Я немножко смутила Ротекс Макс, меня немножко смутила, потому что мне кажется, что он ещё маловат, чтобы его в Ротекс Макс пихали. Мне кажется, там должно быть какое-нибудь там... Я, конечно, не знаю. Может, там где-то опечатка, конечно, но... Ну, типа, знаешь, это, может быть, это было соревнование Ротекс Макс, но там были, естественно, прод-группы по возрастам ещё. Хотя он вроде как там с большаками. Ну, там, нет, там класс микро. Там Ротекс Макс Челлендж, класс микро. Вот так. Вот, 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 вот. Это другое дело. Я и думал, что он где-нибудь в микро. Я всё пытался вспомнить, как в международной классификации это звучит. Да. Отлично. Поздравляем Рубинов. Поздравляем Кименов. Поздравляем Минтов. Все они молодцы. Я считаю, что это действительно потрясающая новость, которая, вот, не может нас не радовать. Супер. У нас закончился приём заявок. Куда бы вы думали? На... На участие в Формуле-1. А, я думал, с ведущих в подкаст Диван и Формуле. Этот тоже, да. Приходили всякие заявки разные, но... Потом это отдельно будем выяснять. Да мне надо было разжигать какая-то царка. Мангал. Я не знаю, я не прочитал. Мы просили писать письма бумажные, а не электронные. Кому они нужны? Нет, я аналоговый человек. Истёк срок заявок от новых команд. Естественно, федерация ФИА наша ещё пока не заявила, не сообщили, вернее, сколько было под на заявок. Но отметили, что не исключён вариант, что Формуле-1 появится больше, чем одна новая команда. То есть, видимо, у нас, возможно, там 2-3 заявки было. В общем, всё это будет пока рассматриваться, но посмотрим. То есть, приём заявок закрыт. Кто успел, тот и съел. Ну, в общем, дальше будем смотреть за новостями. Что ещё у нас? Переустановка у нас никаких глобальных не было. У нас только Джеймс Ки. Тот самый, который был в Макларене. Ушёл в Альфа-Ромео. Слушай, только вот туда-сюда шляется, потому что сквозняк устраивает. Ну, ничего вам сказать не могу, да. То есть, он уже был в Заубере, потом ушёл, потом опять пришёл. В общем, ну, не знаю, что-то ему захотелось. Соскучился, может быть, по какой-то там, заностальгировал человек. Вот, что у нас ещё? А мы видели, опять-таки, да, вот, возвращаясь к сегодняшнему разговору, мы же видели, когда люди иногда уходят из Заубера, а потом по окончанию карьеры Заубер возвращаются. А мы сейчас про кого? Про Кима Райканина. Угу. Ну, вообще, да, да. Да, да, да. Я что-то об этом сразу даже не подумал. Ты прям как-то из-за этого. Хорошо отдохнул, сразу видно, ладно. Попробую шутить более тупо. Точно, наоборот, более явно. У тебя это лучше получается. Отлично, хорошо, да. Слушайте, вы пока там прохлаждались, Лиман прошёл. Я вот только хотел сказать, что, между прочим, мы можем поздравить. Можем поздравить кого? Казалось бы. Да. Человека, который... Ну, это здесь такая, опять же, это очень много мемов, очень много шуток было. После этой замечательной гонки. Вот, казалось бы, да, Джовинаци. Угу. Сколько его ругали. А я его всегда защищал. А теперь представьте, что Джовинаци ближе, чем Леклер к тройной короне. Я понимаю, да, что это как бы всё это смешно из области фантастики и так далее, что ни один из вторых, скорее всего, не возьмёт. Ну, как он, скорее всего, не возьмёт точно уже. Ну, я не верю, что, честно говоря, что Джовинаци выиграет Индикар. Да и Монако вряд ли. Вот. Но, тем не менее, да. Знаешь, с Индикаром даже проще, чем с Монако, мне кажется, относительно Джовинаци. В Индикар можно взять и поехать. Просто как бы приди там с... Да, да, да. Дайте мне партайм, пожалуйста. Вот денюжка. Относительно небольшая причём даже. Так что, тут, видишь, да, это, конечно, проблема с современностью. На этом мы ещё обсудим, я думаю, да. Ну, в общем, короче, шутки шутками. Феррари победила в Лимане. Да, друзья, это прям... Просто в классе гиперкаров. Красные должны были пить с недель. Ни ЖТЕ, никаких ЛМП вот этих маленьких. Нет, гиперкары. Это, конечно, фурор, я не знаю, это событие. Просто как сенсация. 1965 года этого не случалось, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, 65-й. Как раз-таки вот тогда было прервано вот это вот периодически триумфальное шествие Феррари. Теми самыми событиями, которые были описаны и в книгах. И, конечно же, наподобие которых был потом снят фильм «Форд и Феррари». И, собственно говоря, потом вот у нас некоторое количество лет подряд Форд выигрывал. Потом, и потом понеслось, понеслось, понеслось. А там как-то уже и 70-е, и 80-е, и 90-е. Кого там только не было. Вот. И, конечно, да, Феррари не возвращалась очень давно. Сами можете посчитать, сколько лет. И я, конечно, улыбался, потому что это была одна из моих главных шуток начала этого сезона, когда Феррари внезапно после ошеломляющего успеха начала прошлого сезона, да, когда они выкатили потрясающую машину в Формулу-1, в этом году выкатили ведро с болтами какое-то. И я, собственно, я уж не помню, то ли с подкастом мы с тобой обсуждали, то ли я где-то в обзорах говорил. Ну, а, скорее всего, и там, и там, потому что все-таки, наверное, немножечко разнится у нас аудитория. И как-то все время дублирую на всякий случай. Что, собственно, что вы хотите от Феррари, если для Феррари, для самого Феррари всегда, конечно же, более предпочтительнее были гонки, ну, что тогда называлось гонки спортивных автомобилей, да, и что сами по себе спортивные автомобили раньше не сильно отличались, не всегда. Ну, понятно, что конструктивно что-то было всегда доработано, но часто визуально они, конечно же, напоминали в том числе автомобили дорожные, а потом это все это мутировало-мутировало, но тем не менее. Конечно же, для Феррари всегда было важно побеждать так. И вот так вот спустя столько лет, громко заявив о том, что они возвращаются не куда-нибудь, а в самый главный класс, я сказал, ну, наверное, все силы должны были быть брошены туда. Хорошо было бы построить неплохую машину, а то вот так вот возвращаться и испытывать очередной там стыд было бы странно. Были у них переменные успехи в других сериях, да, они все-таки пообкатывали машину, но вот здесь вот в самой главной, пожалуй, гонке, которая проводится под эгидой международного чемпионата гонок на выносливость, Феррари победила. И это, конечно, наверное, потрясающе все-таки, потому что вот спустя столько лет вернуться, получить победу, и нигде-нибудь не стоит забывать, что это был легендарный, можно уже сказать легендарный, юбилейный сотый лиман. То есть там 26 мая, если я не ошибаюсь, состоялась первая гонка. Вот. И сейчас там спустя пару недель и спустя сто лет состоялась вот эта гонка. И вот так вот вернуться с ноги в юбилей, открыть все эти двери, сказать, здравствуйте, мы туточки. И да. И Дживенация победитель лимана, и это, конечно, просто потрясающе. Вообще у нас как-то, да, знаешь, вот таким вот, ну, малозаметным, скажем так, да, гонщиком Формула-1 везет в Лимане. Ну, того же, тот же Хюлькинберг, вспомни. То есть у человека тоже есть победа в Лимане, как бы, казалось бы, вот, вот, вот просто взяло и появилось, условно. Понятно, что это куча тренировок, это где-то, конечно, в Лимане там и удача очень сильно важна, там, потому что это все-таки у нас длиннющая гонка, там, не так, что ты такой весь хороший, у тебя машина едет, как бы, и ты замечательный. Вот. Поэтому, да, классно, удивительно, итальянский экипаж, причем итальянский, прям итальянский, там все итальянцы, там же все итальянцы на итальянской машине. Это ж, вот, сколько мы с тобой говорим об этом в контексте Формулы-1, что, казалось бы, блин, ну, вот Феррари, это всегда, знаете, вот это итальянское, если там все итальянцы, там ни хрена никогда ничего не получается, там, вечно что-то идет не так, там, кто-то там, не знаю, бутылочку вина за бедом выпил и так далее, и пошло-поехало. А тут вот просто берет, и все итальянское работает, вот какая-то вот магия просто непонятная. Да, это на этом фоне, там, конечно, естественно, фавориты, там все думали, что будет Тойота и так далее, но у Тойота там что-то тоже все ломалось, не клеилось, все куда-то вот разрушалось и пропадало. Там в том числе была авария, причем чуть ли не из-за белки. Ну да, то есть вот все, что могло пойти не так, по большому счету все в целом пошло. А у Феррари все, наоборот, замечательно сложилось, выигралось и так далее. Причем, да, Лиман тоже не самый простой был, там был и дождь, и внезапный дождь, и настолько сильный, что просто люди на торможении расшибались и вылетали целыми толпами. Было много всего. Ну, собственно, многочасовые гонки — это многочасовые гонки, и, наверное, в сотый раз повторюсь, что это одна из моих автомобильно-автоспортивных мечт. Ну, то, что я там поучаствую, это я уж не загадываю, конечно, но хотя бы с палаткой приехать, вот, провести там, условно говоря, плюс-минус неделю, да, наверное, всю Лимановскую неделю, да, там жить, просто тусить, ну и на самой гонке засыпать и просыпаться под звуки автомобиля, и вот это все, это, конечно, очень круто. И это такой отдельный мир. Сейчас, конечно, гоночный мир стал немного разделен. Это, наверное, один из минусов, которые вот всегда, знаешь, там что-нибудь спрашивают, типа вот, что вам понравилось, не понравилось, что бы вы хотели изменить, там, часто, часто кто-то у всех спрашивает. Нас, конечно, никто не спрашивает, но мы можем ответить. Потому что для меня самое главное, конечно, но это совершенно неисполнимо, хотелось бы, чтобы пилоты, да, которые там, условно говоря, становятся топ-пилотами и пилотами мирового уровня, они все-таки имели возможность там и сям участвовать. И чтобы мы видели, в том числе, вот в таких вот гонках легендарных, чтобы совершенно разные у нас были сочетания, да, там, не было такого, как сейчас, практически жесткого разделения, когда у нас есть там исключительно кузовные пилоты какие-то, есть формульные, есть те, кого принято считать вот в этих узких формульно-оддельных кругах, что это какие-то неудачники. Но это далеко не так, естественно. Всегда есть обстоятельства, всегда есть какая-то просто жизнь непонятная, да, и поэтому у кого-то действительно что-то не получается. То, что ты сказал, да, что у нас так бывает, что вот здесь вот в Лимане часто везет, да, тем, кого, кто был либо незаметен, либо кому сильно не везло в Формуле-1. Ну, просто Формула-1 — это отдельная фигня. Вот, а здесь, не знаю, того же Буэми можно вспомнить, да, Буэми в... Кстати, да, тоже отличный вообще пример. Да и много кто еще. И, конечно, вот хотелось бы вот этого разнообразить. То есть, чтобы ты смотрел не только эту гонку как легендарную гонку, как гонку вот где может произойти все что угодно, гонку действительно на выносливость, на проверку всего, что только существует, но при этом еще ты мог смотреть там на интересных других пилотов из других серий. Ну, конечно, наверное, чаще я говорю это все-таки про Формула-1, потому что остальные как раз-таки более свободны. А вот эти чуваки, которые у нас на виду всегда, они в рамках своих контрактов периодически этого совершенно не могут сделать. Ну, вот, может быть, знаешь, как вот мы с тобой часто про Монако, например, говорим, да, про там Инди-500, сравниваем, говорим, почему-то вот праздника здесь как-то вот называют до сих пор легендарной, а никто уже не понимает, почему. Вот, может быть, чтобы в очередной раз там как-то подчеркнуть крутость Лимана, да, то есть, чтобы подчеркнуть крутость Монако, надо там тоже делать фестиваль, а чтобы подчеркнуть крутость еще Лимана для обычного обывателя, хотя, конечно, может быть, знаешь, там люди скажут, да нафиг нам эти обычные обыватели нужны, вот эти ваши пятиминутные зрители Формулы-1, они нам не нужны, они как пришли, так и уйдут, когда им надоест. Но, с другой стороны, вот для ценителей, может быть, было бы прикольно, чтобы была, знаешь, поправочка во всех контрактах, что типа нигде нельзя, все под чутким присмотром, но на Лиман мы вас отпускаем, едьте гоняйтесь. Чтобы ты как вот раньше, когда открываешь там таблицы победителей или таблицы участников там прошлых лет, смотришь и видишь там, ну, бесконечное количество топ-пилотов, интересных личностей, и хотелось бы, чтобы в современных гонках тоже ты такой, «О, а вот там, не знаю кто, Льюис Хэмилтон едет 24 часа Лимана». Вот мне было бы интересно на это посмотреть. Да кто угодно. Шарли Клер. Карл Сайнц. Кто угодно вообще. Макс Ферстаппин. Вот это было бы, наверное, такая моя еще одна несбыточная мечта. Наверное, реальнее будет, если я сам поеду в Лимане, в какой-нибудь там ГТАМ, знаешь вот это, чем там поедут современные гонщики Формулы 1. Посмотрим. Шарль после победы Феррари был вообще очень красноречив. Говорит, я поздравляю, естественно. Говорит, а поеду ли я? А почему бы и нет? Мне кажется, у него просто, знаешь, уже надежда потихонечку начала угасать. Что мы здесь чемпионство вряд ли возьмем. А вот здесь вот в гиперкарах вроде у Феррари получается. Может, там поедем. В общем, интересная гонка, на самом деле. Там и в ЛМП-2 была интересная история. Там Кубица почти что мог выиграть с командой. В ЛМП-2 первое место там приехал просто частники. Тоже из Польши. Европол Компетишн. А там тоже интересно, что там за рулем ехал Фабио Шеррер. Он вообще с 19 минуты ехал со сломанной ступней. Или ногой, я там до конца не понял. Человек, кто ехал на китайский поле. Насколько я понимаю, ему на ногу наехала другая машина в самом начале гонки. Ему в итоге получилось, что сломалось ступню. Понятно, что правая нога, она более, скажем так... Но сам факт, да? Перегрузки, ноющая нога и твое состояние. И ты вот в этом 23 часа 41 минуту должен ехать. Вот в этом состоянии. То есть не просто там что-то, что тебе как-то это там... Давайте я выйду, ладно, давайте какой-нибудь другой поедет. Нет, нифига подобного. Мы туда едем и все это сделаем. Тоже преодоление себя, тоже преодоление вот каких-то человеческих возможностей отчасти, выносливость. Ну вот, наверное, вот такая вот выносливость и должна быть у чемпионов. И в целом вот таких вот гонщиков такого уровня. Так что гонка была прекрасная. Надеюсь, в следующем году у нас Лиман также порадует. Какой-то, не знаю, там драматизмом и всем остальным. Кто победит, я уже даже не знаю. Кто у нас там еще придет. Может оказаться в фаворитах. А, видишь, слухи пошли, что хотят от ЛМП-2 избавиться. Казалось бы. Там сейчас вообще очень интересно. Там сейчас уже и водород вроде как собираются вводить. И вроде, я бы сказал, что мы в 26-м году придем с водородом. То есть, как там сейчас что будет с этим изменением? Ну, чем бы дитя не тешилось, знаешь, вот это. Наверное, пускай. Но хотелось бы, конечно, чтобы разнообразие, наверное, оставалось. Ну, то есть, что это не пришло просто тупо в одну гонку гиперкаров сплошных. Ну, во-первых, да. Во-вторых, ну, они такие, типа, вот там в GTE, типа, дофига хотят люди ездить. И там так много. Поэтому, вот, пускай они лучше там ездят. Ля-ля-ля. Но, с другой стороны, мы так совершенно уйдем от, действительно, каких-то прототипов интересных. От, да, наверное, LMP2, можно сказать, что тоже такой стал. Хотя, блин, все-таки была. Ну, то есть, вот, хочется, мне всегда хочется разности конструкторских инженерных решений. Чтобы более такой плюс-минус лояльный был технический регламент. Понятно, что должны быть какие-то рамки. Но, в целом, должно быть вот что-то интересненькое. Вот. И было бы, наверное, классно, чтобы вот все-таки оставалось. Нет, я считаю, да, что, в принципе, существующая модель Лимана, когда у тебя есть гиперкары, когда у тебя есть прототипы, и когда у тебя есть кузовные машины, поделенные на два класса, то есть, там ездят профессионалы и любители. Ну, это прикольно, то есть, что у человека есть, понятно, что там, ну, любители, ну, в кавычках. То есть, не вы, не я, то есть, а люди с каким-то опытом. Но, все-таки там накат не какой-то там гигантский, не какой-то там суперзвезды. Я думаю, что не просто вы все-таки, кто всех убивает. Любители в данном случае имеется в виду, что это могут быть пилоты, не знаю, региональных серий, а частники, условно говоря. То есть, это можно охарактеризовать одним словом. То есть, это люди, у которых есть средства для выступления в разных гоночных сериях, и там, либо время от времени, либо там постоянно, вот так и сяк. То есть, это не люди, которые, условно говоря, на зарплатах сидят в командах, и там, не которые действительно... То есть, гонки, это, возможно, иногда для них даже что-то параллельное в их жизни. То есть, у них есть какой-то бизнес, или какая-то там хорошая оплачиваемая работа, и вот они иногда ездят в гонках. Понятно, что это не с улицы люди, такие, а, поехали, я любитель. Вчера на права сдал, давай гоняться. Так что, это да, это немного... Так просто, знаешь, даже сам смысл, то есть, ну, LMP, да, это же Лиман-прототип. То есть, это, ну, это машины, которые... В названии все заложено уже у вас. Да, 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 да. То есть, давайте это вырежем. А тут, да, может быть, оставим для, там, европейской, ой, для азиатской только, может, еще там что-то. Ну, вот, типа, в самом, вот, в основном календаре, типа, все не будет, вот, международно. Такой, ну, фиг знает. Нет, это странное решение, это... Первый мутировал, собственно, в гиперы вот в эти, да, то есть, останутся гиперы. Ну, да, гиперы, в принципе, тоже выглядят достаточно нехарактерно. То есть, это тоже можно назвать таким, неким автомобилем прототип... Ну, как можно, это и есть прототип. Но, тем не менее, наверное, хотелось бы, чтобы вот оставалось и что-то такое чисто лимановское, чисто такое. Это, то есть, вот это машины для гонок на выносливость. Потому что, как мы понимаем, да, вот, там, каких-то суперкаров, которые потом параллельно бы ездили, а по обычным дорогам в гражданском виде, ну, вот это как бы ГТЕ-класс сейчас, да. Но это не высший класс. Высший сейчас у нас, собственно, эти самые... Ну, Росаги. Но вот, короче, не знаю, все это как-то спорно, но вот хотелось бы, чтобы и инженерное разнообразие было, ну, и чтобы еще на всяких разных пилотов посмотреть. И, может быть, для кого-то это будет какое-то очередное доказательство, а для кого-то, наоборот, типа, что я сомневался, что это крутой чувак, да. А вот он показал себя с очень хорошей стороны. Потому что, как мы понимаем, чтобы показать себя очень хорошо в Формуле-1, тебе нужен какой-нибудь очень хороший самооз, скорее всего. И либо какие-то маленькие-маленькие частные случаи, когда люди, там, в средних или совсем в маленьких командах, ну, прям показывают всем, что действительно талант у них гонческий-то есть. В общем, хорошо, когда есть хорошие гонки. Хорошо, чтобы было их больше еще. Хотя, куда больше, мне кажется, уже что? Тут, знаешь, иногда и не успеваешь за всем следить. Открываешь все эти календари всех этих чемпионатов и такой, да блин. Нужно вообще ничего не делать, только вот гонки смотреть, иногда на них ездить, иногда их там, не знаю, комментировать. Сейчас там, ну, всякие разные чемпионаты. От любого вообще. На любой вкус и цвет. Поэтому, конечно, даже не знаю, нужно ли больше гонок. Достаточно, спасибо. Ну, кстати, про фестивали, про гонки, про все остальное. Сегодня такой небольшой спойлер появился в соцсетях. Ну, уже как бы все раскрылось, конечно. Казалось, что все-таки чуть-чуть проще, чем все нафантазировали и придумали. Но, тем не менее. 9 сентября пройдет Red Bull Formula Nürnberg Ring. Такой вот фестивальчик будет гоночный, где Дэн Рикьярда проедет по северной петле. И там же проедет Себастьян Фетель, кстати говоря. Вот как раз в чем и был спойлер. Но все думали, что вот, а вдруг, в том числе я такой думаю, блин, интересно, а вдруг кто-нибудь припрет какую-нибудь читерскую, просто старую какую-нибудь формульную штуку, как в свое время сделал это Porsche и поставил рекорд северной петли. Ну, вот было бы прикольно. Взять что-нибудь прям вот, прям вот. Делайте, что хотите. Заливайте то, что хотите. Как хотите, настраивайте. Выжимайте тут вот все там с керсов, с батареек. Вот прям вот просто никаких ограничений. Но, к сожалению, нет. У Фетеля будет какая-то, непонятно пока что еще какая формульная машина. на каком-то экологичном топливе. Не знаю, что там будет за топливо, конечно, такое. А помнишь, он же... На каких-то пчелах, может быть, ездить. То, что он привозил уже тогда, что у него была там, Менселовская же машина какая-то, еще что-то. И то, что там были наклейки про... Менселовская у него будет, в смысле, в Гудвью Мишу, что ли? Да, да. Помнишь, там же были тоже наклейки, что... Там тоже вот это вот топливо, там, экологичное и так далее. То есть продолжается эта история. Может быть, что-то историческое просто, но типа перестроенное на какое-то суперсовременное топливо. Это. Не знаю. Ну, в общем, пока что модель автомобиля неизвестна. Но в любом случае у нас Денчик и Фетель проедут, собственно, 9 сентября по северной петле на каких-то формульных машинах. Мне нравится, знаешь, что понравилось? Что люди гадали, типа, кто это? Я такой, ну, я просто смотрю на картинку. Там же шлем, блин. Да, то есть это вот шлем, который... Там же шлем с тремя немецкими полосками. Абсолютно характерный для Себастьяна и Фетта. То есть никто больше, ну, в последнее, как минимум, время в таком шлеме не ездил. Ну и там, наверное, по кучеряшкам я еще такой, ну, Фетель же кто еще? Но, тем не менее, да. Такие немецкое отделение Red Bull всех заинтриговали. Сегодня там, да. Люди начали немножечко спорить, что же это такое, кто же там поедет. Но все-таки вот так, да. Надо пойти сейчас будет написать в телеге, а то подкаст только завтра выйдет. Будет. Хотя и пофигу. И так сойдет. А, и так сойдет. И так сойдет, да. Так что... Ну что, наверное, на этом по новостям все? Да, по новостям, по обсуждениям, я думаю, можно закругляться. Переходить гоночки. Ну что, у тебя свежие, ты, понимаешь, я-то уже давно смотрел. У меня это все, все уже пережилось, пережилось, переварилось, как угодно. У тебя свежие воспоминания. Давай выделяй, что тебе понравилось, что нет. У меня свежие, свежие воспоминания, да. Есть у меня такое, конечно, замечательное. Ну, начну, наверное, все-таки чуть-чуть издалека. Начнем, наверное... В целом, наверное, да. Нет, я вообще сначала хотел сказать, что я перед отъездом успел посмотреть квалификацию, а гонку уже смотреть не успел, потому что у меня было вставать рано, и я думаю, такой... Посмотрю как-нибудь потом. Ну, кстати, что характерно, что характерно, я за неделю умудрился не словить ни одного спойлера. То есть, я вообще не знал, как прошла гонка, и за неделю даже там... Интернет, конечно, работал хило-худо, но тем не менее, я приехал, я вообще не знал, как прошла гонка. То есть, все, вот я знаю квалификацию, все, я открыл интернетик, быстренько нашел гоночку и сел смотреть ее. То есть, вообще не знаю, как она прошла, абсолютно. Просил никого не спойлерить, не писать, мне вообще там не спрашивать ничего, просто абсолютно, ну, все сработало. Ну, так вот, начнем с того, что, в принципе, меня удивила квалификация. Когда я смотрел такое, такой, думаю, ничего себе, смотри, что бывает вообще. Ну, то есть, как бы для меня Вот, наверное Первая десятая Да, я даже не знаю, кто меня тут Первая двенашка удивила, наверное Там как бы в конце плюс-минус В целом все понятно Но вот, когда я смотрел квалификацию Я такой, Рассел двенадцатый Перес одиннадцатый Пиас тридесятый И что я вообще сейчас смотрю-то? Куда мы? На какой я сейчас планете нахожусь? Куда вы запихали Алонсо? Куда вы запихали Алонсо, да Третий сегмент, Алонсо девятый Хюлькингберг восьмой Я такой, что? А что же будет дальше? У нас Норрис приезжает третьим Норрис приезжает третьим Сайнс вторым Я такой, что вообще происходит? Леклер девятнадцатый И вот, казалось бы Мем с Ди Каприо, где он очень сильно щурится Так вот смотрит Знаешь, такой У меня за спиной собака Вот, и то есть Вот, казалось бы, да Трасса, которую все знают Просто, мне кажется, закрытыми глазами По которой все наезжали Просто какое-то невероятное количество километров Симуляторов Тестов Предсезонных тестов Шинных тестов Всего чего угодно Казалось бы Ну, что может пойти не так? Трасса Ну, достаточно классическая Трасса, где они наконец-то смогли Свои новинки протестировать Новинки протестировать? А тут одни Городские автодромы То стена, то что еще Вообще Я смотрю на квалификацию Такую и думаю Че вообще у вас произошло-то? То есть, ну как Как настолько все глобально поменялось За Неделю Почему так все привернулось? Потом я думаю Ладно, хорошо Гонка еще завтра Думаю, сейчас вот там Вечерочком что-то тоже в своих там Делах беготне Думаю, ладно, почитай вечером После квалификации Потом Ну, интервьюшечки Вообще посмотреть Кто что говорит Думаю, Леклер Ну, надо посмотреть, что сказал Леклер Наверное, там что-то произошло Там, может быть Какие-то проблемы были Там, не знаю Может, шасси там с трещиной Там что-то сломалось Открываю интервью Такое смотрю Леклер Я не знаю, что произошло с машиной Такой думаю Отлично Какая просто потрясающая Просто вот прям Вот правда Открываешь там Я открыл F1 News Как сейчас помню Просто первая фраза Я не знаю, что произошло с машиной Отлично Просто вот Замечательная фраза Для топ-пилота Из команды Феррари Просто Для номера 1 Это команда В общем Да Квалификация, конечно, удивила И потом Тоже уже Гонка прошла Я там Так Опять же Весь в сборе вещей Говорю Пожалуйста Вот там в чатике Пару Говорю Пожалуйста Никто мне ничего не пишите Все такие А может не смотреть Было доезжало Была скучнейшая гонка Я такой Ну на фоне твоей квалификации Как бы я что-то не верю Было бы странно Да, типа Да, это было бы странно Ну и естественно Как бы меня обманули В очередной раз В принципе гонка получилась Кстати, вот в целом Сразу хочу сказать Что гонка мне понравилась Она, знаешь Такая тоже Без какого-то Вау там все Там Кровь, кишки И фарш по стенам Так это вот Мне кажется Главный критерий Когда люди говорят Гонка зашибись То есть вот Ты берешь среднее По больнице Они такие Гонка зашибись Это вот когда Вот это вот Кровавая баня Какая-то начинается Тогда да А я посмотрел А просто хорошая гонка Просто интересная Хорошая гонка Тактически интересная Было интересно Как у кого работают шины Была куча разных стратегий Тактик И кстати Вот прикольно На самом деле Вот опять же Сколько я смотрел Ну понятно там Просто глядя в экран телевизора Да условно Именно там Сколько у меня в голове Там помещалось Кто что Экспериментировал По тактике Мягкие на мягкие На средние Жесткие на мягкие На мягкие То есть Ну абсолютно Какой-то Взрыв мозга Был вообще Перегрузка Мозга была По количеству тактик Вообще Кто что делал Кто что изобретал На ходу Кто у кого Как машина работала Ну это прикольно То есть вот гонки Вот Я не помню Мы какую-то гонку Уже обозревали И тоже говорили Что вот кайфово Была гонка Была такая хорошая гонка Наверное Ну так всегда Да Конечно В этом сезоне Я вообще Не помню Что было совсем скучно Вот что типа Блин Ну типа Что за фигня По тактикам По тактикам Да Ты хотел сказать Майами Да Там же тоже Майами Чтобы было Просто интересно Тактически И прикольно То есть Ты смотришь такой Вау Сколько у вас оказывается То есть Как быстро нужно Принимать решения Как быстро нужно На все реагировать И как быстро нужно Все делать Ну и кстати да К Мерседесу мы конечно Попозже перейдем Но в целом Гонка Короче говоря Вот Все вот Подводю Такую черту Кстати еще одна гонка Без сходов Да Без машин безопасности Это кстати тоже было удивительно Потому что я думал Что ну как то Наверное что то должно произойти Потому что ну хотя бы Ну хоть что то одно Но должно сломаться у кого то Из-за там Авария Какой то там прокол Там Я не знаю Коробка Мотор Там все какая то фигня В общем Удивительная Испания Не скучная Боевая Драматичная Интересная Тактическая Стратегическая В общем Еще погода нависала Такая типа Пойдет не пойдет Дождь Пойдет не пойдет Погода да еще там Там даже Рассел Смешной Рассел потеющий Да У меня говорят Тут дождь по поводу идет Да нет никакого дождя Чувак Никто на дождь не жалуется У меня что шлем потеет Так Слушай Представляете да Как человек потеет Он перепутал что это дождь Что то надышалось Через шлем Перегарчивая Просто перегарчивая Отмечали Отмечали плохую квалификацию Знаешь То ли там кто-то Забитым сангри выпил То ли еще что то Ну так вот Возвращаемся к гонке Я не знаю Тут как бы Всех разбирать Не всех Да не Ну я думаю Что знаешь Такое Все таки столько времени Прошло Скорее освежить памяти И Действительно Вот Самое такое яркое Что понравилось Не понравилось Мне кажется Что уже сейчас По пункту Разбирать каждую команду Наверное уже У нас вот тут Канада на носу Понимаете У нас вернутся Эти земляные белки Скоро Сустики размером С собаку Вот эти да Бобр Курва Вот это вот Который перебегает Бобр Курва Бобр Ежище Ежище Тут знаешь Даже вопрос Отца Курва Бобр А ты видел Этот видос Ну кстати Ребят Кто У кого есть Телеграм Тогда вы должны быть Подписаны На диванную формулу Во-первых Но Я туда не репощу Конечно Но У меня есть Один из любимых Телеграм каналов Который ни к чему Не обязывает Он называется Курва Of The Day Там периодически Ну там Каждый день Выкладывается Какая-нибудь Интересная Смешная Курва Я не помню Было это там Или нет Но один из самых Смешных Курва видосов Это когда Чувак Начинает снимать Какие-то По-моему Уличные гонки А потом Там по-моему Кто-то раскладывается Я сейчас могу наврать Но там как бы Какое-то Количество экшена На секунду времени Оно какое-то Бесконечно Зашкаливающее То есть там по-моему Какие-то гонки Аварии Чуть ли не полиция За кем-то гонится Что-то происходит И тут же он Переводит камеру Куда-то вниз И говорит Тут еще и ежик сидит Типа Там реально В углу Около какого-то дома Сидит еж в траве Ежик И вот это все Вместе Это конечно просто потрясающе Короче Курва в зе дей Да Так что Да У нас тут на носу Канады уже Так что Поэтому я думаю Что надо просто Вот То что нас В Испании Наверное Удивило Просто больше всего Ну вот Я хотел начать с главного Знаешь Даже не то что удивило А то что Ну еще раз Наверное доказало Подчеркнуло Еще раз Нас всех убедило В общем Открыло глаза Что Перес Ну как бы никуда Он Никаким чемпионом Здесь в этом году Не станет Как бы он там Не рассказывал много И там как бы Не восхвалял его там Его папа Но Золотой шлем Большой шлем Макса Ну как бы Мое почтение То есть Просто сделать Всех Все С таким отрывом Ну я Я не знаю Что может помешать Максу вообще То есть Мне кажется На последние несколько гонок Можно будет в целом Просто не приезжать С такими отрывами То есть просто ехать Говорит что У меня шины перегреваются Машина едет плохо Оно все скользит Мы привозим 25 секунд 24 секунды на финише Ну то есть Ну окей Там только если Произойдет Невероятное Для современной Формулы 1 И у него начнут Двигатели сыпаться Один за другим Знаешь Ну вот Единственное И при этом Происходить Это будет В гонке Именно Знаешь Типа Да и причем Постоянно Поставили мотор Поставили мотор Он ломается Горит Ломается В общем Вот это Вся Статистика Говорит нам о том Что это Я быстрее В Лимане Поеду Скорее всего Что вы Даже я там поеду Все поедем Все там будем Все поедем Всем чатиком Диванным Поедем в Лимане Как раз В этом В категории ЖТЕ АМ Да в любителях ЖТЕ Д Ну диван Просто А ну Хоть это Причем Все будут нормально Стартовать А мы по старому По лимановски У нас с одной стороны Будет диван стоять А мы будем Около петвола Стоять И такие Типа старт И мы бежим И просто садимся На диван И сидим Все проезжают мимо В общем короче Форма Red Bull Впечатляющая Даже Перес Дехал до четвертого места Даже Казалось что доедет Может быть даже и выше Но слушай Это даже Тут мне хочется сразу Вот я не знаю Когда ты хотел К Феррари перейти Но мне хочется сразу сказать Это прям Уже даже не смешно То есть вот Ты берешь любую Топ или около топ Команду Да Если у нее есть пилоты Которые По результатам квалификации Провалились Ну что-то произошло Можешь взять Мерседес Можешь взять Астон Мартин Можешь взять Red Bull Конечно же Люди с конца Прорываются Чаще всего Ну Там не знаю Частные случаи Если это не Феррари Конечно Да Частные случаи Переса в Монако Но он там как бы Пытался Ну Монако там Своя вещь А вот Все понимаешь Вот вспомни Сколько было Да Вот помнишь В том числе Например Благодаря тактике Хорошей Да То есть вот То же самое Майами Да Вот мы сегодня Вспоминали Как прекрасен Был там Мерседес Да Казалось что Ничего Все у них неправильно Да А в конце Они только за счет Тактики Отыграли просто Кучу позиций И приехали очень Очень высоко А там Кто-то за счет Чистой скорости То есть условно говоря Red Bull Понятно что он С хвоста Особенно на такой Трассе Там где Она которая Достаточно широкая Где есть Где можно Маневры совершать Конечно же Прорывается Например за счет Просто там Крутости своей машины Там да Кто-то с помощью Скилла там И так далее То есть все Кто находится В около Топ командах Они как бы Всегда позиции Отыгрывают То есть они Хотя бы в очковую зону Да точно доезжают Почему-то Когда мы разговариваем О Феррари Там какой-то Обратный эффект Они либо Примерно в том же месте Оказываются Либо чуть-чуть Там как-то Что-то Пытаются А товарищ Сайнц Так вообще Он по-моему Если не ошибаюсь Просто растерял Все полимеры Там да Там есть статистика Кто-то даже ведет Что Сайнц В каждой гонке Проигрывал В обратную сторону То есть у него Еще не было ни одной гонки Когда бы его финишная позиция Была выше Чем стартовая То есть он у нас Первое место занимает По откату назад Знаешь Типа Это просто потрясающе Я не знаю Что делают Феррари Кстати видел этот мем Как раз после Лимана Там типа Обновки На Канаду И там стоит Болит Формулу-1 А верх у него От лимановского Гиперкара Типа Феррари Но кстати Опять же Вот мы сейчас говорим Про Сайнца Как индикатор выглядит Примерно Человек который Проигрывает позиции Но при этом У Сайнца Самый высокий Показатель Средний В квалификациях Он даже выше Чем у Феррсаппина То есть И вот при всем при этом У человека просто Ничего не получается В гонках То начинаются Какие-то гравии Столкновения То просто Ну вот нету темпа И все И вот хоть ты тресни То есть Феррари вроде как Научилась быть Ну в случае Эли Клера Как бы не научилась Быть Быстрой в квалификации Но при этом В гонках Мы Извините Наша полномочия Все И вот да То есть Если говорим Что Red Bull Молодцы Перес доехал Туда-сюда Мерседес Просто красавчики Это просто шедевр Очередной Потрясающе Понятно что На победу мы не претендуем Но второе Третье место После Там Какого Двенадцатого И там Пятого Шестого Ну это мы сейчас Думаю да Отдельно обсудим Потому что Это прям Стоит отдельного блока Разговора Мерседеса Давай вот Мы перешли к Мерседесу Вот это как раз Мы еще Феррари Не допохоронили Феррари потом похороним Подожди Я начал с Red Bull И сейчас Потом мне После Феррари Мерседеса Шли сразу В это Ну давай В моей логике разговора Вот И Мерседес Как бы Ну я даже не знаю Что тут еще можно добавить На самом деле Просто мой почтение В очередной раз Я снимаю шляпу А ну я вообще в шоке Потому что я такой Че Типа Типа поменять концепцию Вот убрать Чтобы наоборот Нарастить понтоны Понятно что это Наверное не так сильно глобально То есть возможно Параллельно они вели Какие-то еще разработки О чем-то думали Но в целом Привезти по сути Другую машину Ну хотя бы Как это сказать Внешне Да то есть вот И она Практически сразу Ну мы не можем сказать Что она стопроцентно Заработала Ну вот мы приезжаем На трассу Где Можно как раз таки Все проверить И все доказать И опа То есть Вот это настолько Все с ног на голову Перевернулось То есть прямо Полное отсутствие Каких-либо Недопониманий Может быть чуть-чуть Поначалу они были У Рассела И это сразу заметно Да то есть Он как раз таки К той машине У него было попроще То есть он к ней Подход нашел Здесь мы видим Улыбающегося Льюиса И Льюиса Который после гонки Говорит Здесь потрясающая публика Последний раз Это Льюис говорил Мне кажется Два года назад То есть вот Мы этих слов Не слышали от Льюиса Мы конечно не видели Нет мы видели Льюиса На подиуме Даже в прошлом году Но я не помню слов Вот этих вот То есть это Хорошее настроение Значит у человека Он кайфует Он начал понимать Как на этой машине ехать И это круто Ну то есть потому что Льюис на хорошей машине Это очень опасный игрок И опасный соперник То есть это прям Ну Честно говоря Дэрдбол пока не дотягивает Но в целом Опять же Подиум регулярный Можно делать При его работе с шинами При его Да При его всем опыте Это прям Это как минимум Бесконечно надежный Конкурент для Алонс Который тоже В этом году С помощью себя И с помощью Астон Мартина Показывает Что с шинами Они тоже работать умеют Собственно И здесь я тоже рассчитывал На то что получится Но здесь вот наоборот Что-то пошло не так Это был как раз таки Тот сбой В матрице Когда Алонсо прям откатился И видно было Что вот ну Всю гонку страдал И в конце он такой Как знаешь Как этот Мне это очень сильно Такое Знаешь Как-то улыбнуло Немножечко Это вот было Мне все время интересно Насколько это искренне Типа Я тоже об этом думал На самом деле Типа Ребята не волнуйтесь Типа Можно не переживать Какая нафиг разница Пятый, шестой Типа Я как бы Ну я не буду Пускай Лэнс едет Пускай едет Пускай тренирует Как бы Типа Говорил так Чтобы Лэнс не начинал нервничать Не допустил ошибок И довез много очков Типа Вот здесь интересный вопрос Это искренне Или это вот как-то Ну настолько Родение за команду Да За какой-то В принципе За результат за командой За Какое-то там Психологическое настроение В команде За дружелюбие Между партнерами И так далее Но это хорошо То есть Вот если Как бы мы это все-таки Воспринимаем Ну Плюс-минус За чистую монету То в целом Как бы Со всех точек зрения Это прекрасно То есть настроение в команде Хорошее Настроение по напарникам Нормальное Отношение Работодателя К тебе Который является Отцом твоего напарника Хорошее Вот я здесь Видишь Я как бы Могу судить Это только по какой-то Гражданской такой жизни Да И условно говоря Понятно Я понимаю Что ты говоришь Не знаю Если бы чувак работал В офисе В каком-то сраном И он такой Типа Ну типа Ну Это может выглядеть Как реально Подлизывание начальника Но ты такой Ребята В этом месяце Мне рамку Лучший работник месяца Не надо Да Я здесь Все сейчас улажу Я типа Грудью лягу За Не надо мне премий За нашу бухгалтерию Не надо премий Да Лишь бы развивалась компания Знаешь Ну то есть А с другой стороны Ну это же Алонсо Он же как бы Человек который Правду матку обычно рубит Особенно в последнее время Знаешь как бы Пытаться себе там Каких-то бонусов получить Или там контракт На следующий год Я думаю что у него Тоже не стоит То есть Что это лживость И неискренность Как-то вроде тоже не верится Ну то есть это бред Здесь вроде как Смысла в ней особо нету То есть это было бы лет 15-20 назад Окей Я бы еще понял Но 20 лет назад Мне кажется Алонсо бы просто догнал Быстрола Если бы ну надо было Опять же там Да он нет Он бы ему по голове Проехал И поехал бы дальше Это как раз таки наоборот Да Потом был бы скандал И что-то еще И что-то еще И он бы ушел Из этой команды Его бы взяли куда-нибудь В Макларен И он там Не знаю Попытался Сразу в Рено И он бы стал двукратным Вот так давайте Ну короче То есть Но при этом Какой-то знаешь Вот этот вот Червячок такой Знаешь Сомнения какого-то есть Что как-то вот Ну типа Ну вот слушай Вот такой у нас стереотип Про Алонса Непростой гражданин Это плохо Да Наверное Или это в нас Какое-то говнецо Может сидит где-то Хотя я бы тоже Так никогда не делал Но мне кажется Что скорее Это нам действительно Знаешь Из серии Что это не настолько Примитивно На уровне Каких-то там Вот Пещерных людей Которых я описал До этого Да Вот с таким интеллектом Которые С помощью таких вещей Пытаются себе Какую-то выгоду получить А скорее Это все-таки На уровне Алонса Который Просто забил болт Потому что Действительно Какая нахрен разница Пятое или шестое место А тут что-то Куда-то ехать Атаковать уже Тем более в плане команды Ну 6-7-7-6 Какая разница А тут лишний раз скажу Что да Типа Вот Как бы давайте Я лучше сзади посмотрю Как он едет Если что Потом скорректирую его Там вождение Там условно говоря То есть Все равно я думаю С таким вот С налетиком легким Какого-то вот Неискренности Но в целом Как бы Это забавно было конечно Вот так что Кажется я перебил тебя По поводу мерседесов А да Конечно по поводу Ничего страшного Ничего страшного Все нормально У нас живое общение В общем Еще раз про мерседесы Мне кажется Что все таки Знаешь Концептуально Вот эта вот машина Более классического вида То ли она проще В настройке То ли она Ну мне кажется Она просто Льюису привычнее Льюис на этих машинах Ездил все время То есть Все время были машины С понтонами Они вот были Вот классические Вот эти вот Ну формы То ли легче настраивать То ли легче ему привыкать То ли еще что-то То есть Но В любом случае За мерседес радостно Что это все таки Как-то топ команды Она вот сейчас Ну в целом Как бы Может что-то там Как-то противопоставлять Как бы Соперник Не самый легкий То есть Они даже Астон Мартин Со второй строчки В зачете конструкторов Все таки подвинули Понятно Что это был вопрос времени Скорее всего Все таки Опыта больше Больше ресурсов Там где-то Не везло В начале Но вот сейчас Видимо Будет у нас Какая-то Очень интересная На самом деле Заруба Вот на оставшиеся Ну главное Чтобы это была Не разовая акция То есть Это все таки Тенденция к тому Я думаю Что все таки Мерседес Это условно Не знаешь Не какой-то там Вильямс Хас Которые блеснули Там где-нибудь С Магнусом На полпозиции Потому что там Что-то как-то Подвезло Подфортило Или там как Не знаю Рассел в спа Третье место брал Вот Поэтому Будем посмотреть Но это в любом случае Очень прикольно Очень приятно И очень отрадно Что у нас Вот есть такая команда Которая Могет так работать То есть Работать именно И не только с машиной А именно вот И по ходу гонки Именно вот в частности По всяким мелочам В том числе Стратегия Тактика Безошибочность На пидстопах В общем Все четенько Стабильненько И так далее Но это пожалуй Самое главное Что нужно сейчас Мерседесу Условно говоря Приобрести Уверенность в себе Я думаю Что они ее Не теряли сильно Но тем не менее Знаешь Доказывает результат То есть Ты можешь бесконечно В себя верить Но если раз за разом Хорошего результата нет То ты в конце концов Ну немножечко расстраиваешься И ты такой Блин Можно опустить руки А тут вот Какие-то вот Если будут подиумы Там победы может быть Даже не знаю Всякое бывает Вот И Вот это конечно Вау душевит Еще больше И позволит работать Еще лучше Там на износ буквально Чтобы был результат Это круто Это здорово Действительно Так что не будем пока Кричать громко Возвращение королей Нет нет конечно Там нет только возвращения Но Мы знаем что это Чемпионская команда Которая может Да И вот как раз Переходим как раз К тому пункту Который ты хотел сначала Значально забежать И как раз вот По части Опускания рук Вот этого всего Я честно Вот когда я читаю Такие интервью По части Что А я не знаю Что произошло с машиной И уже И уже причем Это ладно было После квалификации Ну понятно Могли там Накосячить там С настройками Опять же были Какие-то повреждения Где-то там Что-то там Может пошло не так По технике И так далее Но когда после гонки Проходит неделя Машина разобрана До винтика Осмотрена Пересобрана По телеметрии проверена И Феррай говорит А мы не знаем Что было у Леклера То есть машина Идеально Она Все хорошо с ней То есть нет Никаких там Скрытых повреждений Как там Там было раньше Там что где-то Шасси тресет Трещина Незаметная Оно там Где-то вот что-то И все И все идет По бороде сразу Но нет Ну это на самом деле Дико важно Это мало кто понимает Иногда Условно говоря Подкладыванием Одной двухмиллиметровой Шайбочки Куда-нибудь В подвеску И немножечко Меняя угол Ты прямо Кардинально Меняешь поведение Машины Ну тем более Когда у тебя машина Собственно Когда у тебя Трещина в шасси А шасси является Несущим элементом Всего И когда ты Под нагрузками Едешь Вверх Вниз Вправо Влево У тебя начинает Это все играть И у тебя вроде как Вот есть какая-то Некая стабильность Потом у тебя есть допуск До того Сколько ты Понимаешь Все это изменится В поворотах А оно например Делает это чуть больше Чем надо И делает все время По разному Все время по разному Потому что оно Начинает играть Именно вот Целостностью себя И это конечно же Да это просто безумно И хрен найдешь Как ты правильно сказал То есть там Надо все вообще разобрать Не знаю С микрометром ходить Проверять как бы И смотреть что там где Делать этот рентген Блин Но А то иногда и просто Бывало как в истории Формулы 1 даже Свежий Когда просто берут И собирают машину На запасном шасси То есть просто Давайте вот просто Соберем и посмотрим Это хрен не едет Почему Да Это хрен не едет А потом собирается Оказывается О ничего себе На стапель поставили Она кривая Давай тянуть ее Жигулями В разные стороны Тут видишь Да То есть там Не совсем наверное верно После квалы Что ну то есть Понятно что это фраза Леклера Но там были проблемы Они же там как-то Игрались с подвеской В том числе У него там были Да я поэтому сказал Что то есть Там что-то могло Пойти не так Там потому что До этого тоже были Разговоры о том Что Сайнс типа вкинул Что мы тут с подвеской Будем играться На что сказал Типа Вайсер в том числе Что ребят Не 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 Вот у нас есть Сейчас Мы вносим изменения Как раз это тестировал Сайнс Но Типа мы Заднюю вообще не трогаем И переднюю там тоже Даже не собираемся Но По моему как раз Задней подвески Феррари меняла амортизаторы Возможно как-то с ними Что-то связано И было то что По настройкам Получилось так Что когда выехал Леклер У него Прям реально Ну Были проблемы Насколько я помню Я сейчас могу уже просто путаться Там очередность По моему В квале было проблема С задней подвеской И так как он Понимал Что ничего не получается Они в итоге решили Заняться машиной Все там поменять И они ее пересобрали А в гонке У него начались проблемы С передней подвеской В которой Ну как бы То есть Есть реально какая-то Проблема Вот на каком-то таком Более глубоком уровне Чем какие-то Неправильные настройки То есть Что-то пошло не так На более глобальном уровне И естественно Все это Вот на этой раскоряке Надо было ехать Как вышло Так вышло Мы это все Конечно Что прекрасно видим Ну то есть Я не знаю Я смотрел Всю гонку на Феррари Смотрел Думаю Ну Леклер Ну ладно Бог с ним Сейчас прорываться будет Так оно и не прорывалось Как-то оно и вот Где-то и за Гастли Ехалось Вот там снизу Таблицы То за Магнусоном То еще за кем-то Что это вообще Что произошло-то И вот И в Сайнце Короче ничего не получалось По итогу Тоже Это какое-то Западение темпа Резина Жрется Не жрется Машина едет Не едет Я не знаю Честно А ну и вишенка На торте же Когда ребята Мы на софт переходим Они говорят Нет на хард Он говорит Нет мы поставим софт Заезжает А ему хард ставят Ну спасибо И поехал Я честно Я не понимаю Что вообще происходит То есть вот опять же Когда у вас По сути в один уикенд Ну не в один уикенд Хорошо ладно Когда у вас тут вот есть Испания А тут есть блин Лиман И когда президент Феррари стоит там В боксах в Лимане И кричит от радости Радуется просто И пищит А потом смотрит Вот это вот Я не знаю Ну давайте может Форму Ленин команду Свернем Что тут У нас вот видите У нас в гиперкарах Неплохо начало получаться Ну а сейчас смотри Два кучу денег тратим И вполне возможно Да-да-да Тратим какие-то кучу денег Ко-то меняем Переставляем Давайте закроем Это все Богодельник Продадим Бедная Феррари Я не знаю Я конечно сочувствую Искренним Там каким-то прям таким Тифози болельщиком Ребят я с вами В общем-то в каком-то смысле Потому что я за Феррари Болел с детства Да мы все с вами Все со всеми Собственно должны быть Все со всеми И я честно Я не знаю Как что это То есть ну по-моему Такой провальной гонки В этом сезоне еще не было Я не помню Чтобы Феррари Прям ехал вот Из рук вон плохо Абсолютно То есть Поначалу когда Сайенс Тронулся со старта С Максом Я такой думаю О Ну я конечно не верил Думаю Ну это была его единственная Попытка что-то сделать Но Макс просто По щелчку пальца Послал его в одно место Сразу же просто Нет Я просто потому что Был старт Я такой думаю А вдруг Ну какая-нибудь знаешь Маленькая такая надежда Теплится Думаешь Ну понятно что Макс Выиграет и уедет Ну вдруг хотя бы хоть Ну что-то будет Ну какая-то там Ну заруба на трассе Там как-то Ну может быть что-то это А тут по итогу И Мерсом проиграли И второму Рейдбулу тоже проиграли Который стартовал вообще В непонятно откуда Могли бы выпилиться вообще Так что знаешь Была бы интрига за победу тогда Ну наверное Мерседес бы выиграл конечно Но такое себе да Но тем не менее Ну там было очень просто да Макс он как всегда Чуть более чем нужно Излишне грубо наверное Защитил свое первое место Но тем не менее защитил И такое все До свидания Ну кстати вот Про излишне грубо Цунода штраф Как считаешь? А вот я хотел как раз К этому перейти Я считаю что это бред собачий Я Ну как бы нет Да согласен Чуть-чуть там где-то выдавливал И так далее Но извините Там вагон места Ну во-первых Там место оставалось Во-вторых Ну то есть Ну я Не знаю Я прям когда посмотрел И в тот момент Когда они начинают Типа сближаться Знаешь Они даже Там же даже до контакта Не дошло То есть там Его возможно И не было бы И возможно Господин Джоу Вот так вот На внешней бы Так бы дальше И продолжил спокойно Удержался бы там Чуть-чуть выехав шире И вот как бы снаружи Это был бы обгон Не знаю Года бы наверное Со стороны Не ну даже если бы Не было Даже если бы не было обгона Там ничего страшного Не случилось бы По-моему У них бы всю дугу Всю потом правую дугу И всю вот эту Маленькую короткую прямую До четвертого поворота Была бы борьба Было бы интересно А он такой типа Ой И резко Там такое резкое движение Рулем в обратную сторону Было Как черт от Ладана Знаешь Нет Ну испугался конечно Может быть Это прям вот оно Я такой В смысле испугался Чего ты испугался Что случилось Ты ж китаец Ну типа да Вы же азиат Ты чего боитесь Вот вы что Друг друга В зеркало посмотрел Себя же увидел Знаешь Так нет Вы вроде разные Ну то есть Как бы это очень странно И я вообще Ни хрена не понял Что произошло Я такой Ну окей Типа гоночный инцидент Ну вот я бы на это Снаружи смотрел Я бы спросил Типа Ну я бы их потом Не знаю Я бы оставил это На рассмотрение После гонки Скорее всего Никаких бы штрафов Не давал в принципе Но позвал бы Предупреждение Может быть там Какое-то там Ценуде Ну я бы спросил Ребята А что было-то Я бы спросил У него Ты чего шуганулся Тебе что казалось На тебя Не знаю Товарный поезд летит И тебя Не знаю Что Что должно было произойти Чтобы настолько шугануться Хотя место Реально был вагон И маленькая тележка Там даже Скорее всего Не дошло бы до того Что он вообще Пересекал бы эту линию Ну там Максимум Двумя колесами Чуть-чуть Потому что Все Ценуде уже практически Вставал на свой прямой руль На выход туда Чего он там увидел Как Ну это ладно Ну то есть Вот все Посмотрели Посмеялись Разошлись Но Как бы штраф за это давать Причем Ценуде В такой смысле За что Ну в общем Не знаю Пять секунд Я считаю Что это просто Перебор какой-то Я тоже в полном Недоумении Досмотрел эту гонку И думаю Ну Странно Потому что Отличная гонка же Да у него была Товарищ Штайнер В принципе Не настолько далек От правды вообще В общем-то да Когда выступил Когда сказал Что знаете Какие-то клоны И вообще не постоянные люди Да блин Ну это реально Бред Сивой кобылы Ну что это было Я Я просто Я Не знаю До сих пор возмущен Потому что я считаю Что это полная фигня И конечно И конечно Вот эта фотография Юки Которая сидит Просто Уничтоженный То есть он просто Вот он чуть ли не плачет Сидит Потому что блин Ты выкладываешься На максимум Ты проезжаешь В не самой лучшей команде Потрясающую гонку Достаточно неплохую гонку Да Хорошо боролся на самом деле И До очков ты бы доехал бы У тебя по факту Для Альфа Таури Да Для Альфа Таури Это очень важно Потому что Деврис как бы пока не тащит И Как-то у нее не складывается Не клеится И все Понимаешь Грустновато конечно Да А тебе все это перечеркивают Вот так вот Хорошо я говорю Стоп ин гол Надо было давать еще Чтобы Наверняка Последним бы приехал Вот Феррари бы порадовались Хотя бы Маленькая бывшая Маленькая бывшая Ну в смысле Базирующая все еще Но все равно Маленькая бывшая Итальянская команда Помогла бы Немножко большой Итальянской Быть чуть-чуть повыше Но нет Короче я не знаю Это самый Несуразный момент Гран-при Но Тем не менее Он тоже делает его В том числе Отчасти интересным Потому что ты такой Ну а здесь то что Почему Почему здесь вот так Есть о чем поговорить Так что Не знаю Все классно Все классно Форма опять таки Альпин Да И в квалификации В гонке Там да В гонке стало чуть похуже Чем было в квалификации Но в квалификации Они опять хороши Такое закрепление Результата было Типа давайте-ка еще А кстати Важную новость Не обсудили друг Да Кстати да Как же так Пиво-то привезли А мы не сказали об этом А мы не сказали об этом И не нам И не нам Нам бы привез Потому что не нам Да Привезли бы нам Мы им сразу Об этом сказали Там В прайм-тайме Вышли потом Собственно Какой был-то В общем нюанс Для тех, кто не знает Про пиво Да Вдруг Тем, кто не знает Есть такой у нас Замечательный Наш любимый ведущий Не знаю У всех Журналист Журналист Да Скандальный Дядечка Замечательный Мы его все очень любим Книги Замечательные всего передачи. Это Джереми Кларксон. И он, собственно, на прошлом-то Гран-при сказал, перед прошлым Гран-при, если Альбин приедет на подиум, всем пиво за мой счет. У него как раз есть пивоварня своя. Да, своя небольшая пивоварня, и она по счастливой случайности не так далеко. Да, вообще, буквально там полчаса езды на тракторе, условно, через поле срезать. Ну и, собственно, да, у нас Сакон же занимает третье место. И, собственно, вот Джереми спрашивает, а как же дядечка-то, собственно, платежом красил. Где, собственно, обещано, это да. Уже фишн-чипсы готовы. Французы, господи, какие фишн-чипсы? Наверняка там и лягушки, или каких-то с майонезом. Ну, это надо было привозить спецбортом, они все-таки жаришь. Ну, так вот, собственно, доставочка была осуществлена. Джереми на тракторе с прицепом. Прямо все аутентично, максимально. Никакой там доставки, никаких этих ваших там Яндекс-курьеров, этого там деливри-клаба, и что вы там еще возите, я не знаю, там дейчер какой-нибудь. Все максимально красиво, аутентично. Ролик сняли, прикольно показали, что пиво, все, он привез, раздал, как бы нет. То есть, ну, как бы, скажем так, респект за... за базар ответил. Вот вам, говорит, каждому попиньте. Вот вам каждому попиньте пиво, да. Мы снимали, да. Ну, классно. Это, конечно, потрясающе. Люблю такие штуки. Да, ну, прикольно. Делает вот эту вот чопорную, вот эту какую-то вот эту возвышенную жизнь до Формулы 1. Человечнее, что ли. Более приземленной, да. То есть, ты на это смотришь такой, вот она, вот она. Люди вообще. Здесь есть болельщики, да, здесь есть какие-то вот такие вот приколюхи внутренние. Кто-то там пошутил, посмеялся, там, там, не знаю, кто там еще еще в следующий раз на что поставит такую победу. Но, в общем, в любом случае прикольно. Как бы тут Джереми респект. Ну, и Альпин, кстати, да, собственно, Акон снова впереди Гасли. Акон в очках. А Гасли, собственно, тоже в одном очечке. Но как-то опять позади Акона. Отчечка. Вот. Не знаю, конечно. Здесь в этом плане, конечно, попроще. Все-таки Акон восьмой. Как бы это не подиум. Но, тем не менее, как-то пока что вот складывается такая ситуация. Ну, Акон и не первый год в этой команде все-таки. Да, конечно. Он здесь более родной уже, поэтому тоже надо понимать, что Гасли команду сменил. И для него это все равно некий внутренний стресс и перестройка организма на управление другой машиной. Так что тут тоже поправочки-то надо делать. Но пока да, ты абсолютно прав. Пока 25-15 по очкам. И как-то пока вот этот вот спор. Ну, пока он у нас, опять же, только ограничился Австралией. К счастью. То есть никакого там дальнейшего сразбирательства не пошло. Но, тем не менее, будет интересно, да, будет интересно, что будет к концу сезона, как будет ехать Гасли. Потому что Альпин, ну вот, посмотрим. Опять же, рано пока что там говорить. Но, возможно, как-то начали хотя бы из кризиса какого-то вот выходить. После того, как там всем устроили разнос. Может быть, это вот хоть как-то, ну, мы будем в каких-то хоть минимальных очках, но стараться бороться. Ну, в общем, да, взбучка сработала. Не зря их там все пропесочили. Сейчас, я надеюсь, после Лимана эти самые приедет воодушевленный хозяин всей Аскудыри и скажет так. Элкон, да. Иди сюда. Иди сюда. Разговор есть, ребят. И как в... Как она? Сэнт Роу называлась игра или как? Подожди. Там, где можно было с огромным фаулоимитатором бегать и по щекам... GTA была. Ну, это вот, это GTA-подобная игра. По-моему, она называлась Сэнт Роу. Какая-то одна из частей. Вот там вот, там можно было... Одно из оружий в какой-то момент у тебя была такая просто полутораметровая дилда, которым можно было лупить негодяев. И вот, вот, вот это оно должно быть, мне кажется. Просто бегаешь просто и по всему Маранелло. Вызываешь всех на ковер. И раз, смотрите-ка, Скудыри и Феррари занимают полпозиция, потом, не знаю, весь подиум, гран-при. Чего-то там. Гран-при чего-то там. Приезжайте на гран-при. Как ты весь пудем решил двумя машинами занять? А вот так вот. Там, значит, один пилот... Нас только хорошо поругались. Один пилот, второй пилот и дилдак посередине. На первом месте, естественно. Конечно, конечно, конечно. Ещё про неудачников. Раз уж мы начали говорить про Феррари, зацепим ещё неудачников, которые меня удивили в квалификации, но которые в целом, как бы, гонка такой А. А, ребят, вы вернулись. Я рад, что вы с нами. Это, собственно, Макларен. То есть, когда я такой думаю, ну... Думаю, ну, Норрис, молодец. Думаю, понятно, что это... Он не удержится на третьем месте там где-то, но сейчас что-то будет. Ну, и что-то случилось, конечно. Ты знаешь, я о чём думаю? У нас... Вот, извини, сразу перебью тебя. Давай. Я просто почему-то внезапно подумал. Мы много говорим, как сделать гонки зрелищней, почему многим нравятся гонки, не знаю, 90-х, там, начала 2000-х. Они у них, во-первых, свежи в памяти. Кого-то, может быть, отправляют в юности-детство, поэтому это такой эффект срабатывает, да. Но, тем не менее, сейчас у нас в современной Формуле 1 появилась такая опять тенденция к, что называется, квалификационным машинам. У нас иногда Вильямс бывает квалификационной машиной, часто ХАА сбывает квалификационной машиной. Сейчас вот что-то получилось поиграть, как ты правильно сказал, с Маклареном, и это получилась неплохая квалификационная машина. Они в целом неплохие в квалификации, но на дистанцию гонки их не хватает. У кого-то проблемы с жором резины, там, да, у кого-то ещё что-то. Верните дозаправки, чтобы все стенты гонок, которых будет 4, там, 3... Были квалификационные. Да, и представляешь, какие гонки будут. Будут быстрые, лёгкие машины, позволяющие фигачить как не в себя. А вот эти машины, они воют об этом уже, эти машины, они говорят, пожалуйста, дайте нам погоняться. Мы, вот, мы квалификационные машины. Мы созданы для того, чтобы быстро дубасить. Нахрена нам эти пидстопы без дозаправок? Верните дозаправки, и мы будем вам показывать, что такое Формула-1. Как здесь можно быстро и при этом агрессивно, вот так вот невероятно гоняться. Вот что я хотел сказать. Видишь, вот этими квалификационными машинами страдают, как правило, слабые команды, которые просто стараются, что давайте сделаем ставку, мы заберёмся повыше, а там уж посмотрим вдруг, что получится. Вот, поэтому здесь, ну, это такой, знаешь, своего рода тоже баланс, тоже своя там, своего рода какая-то ставка определённая на то, что давайте ставим all-in, скажем так, на квалификацию. Сейчас всё настроим под один кружочек. А в гонке, может, что там, кто сломается, сойдёт, и мы вот так, и в дамках, знаете ли. Вот, но как-то, да, ну, Норрис, конечно, и сам куда-то полез, непонятно куда, если честно, и зачем. Ну, да, немножечко его обломал старт, конечно. Всё-таки, как бы, вот, Пиастре просто провалился, в принципе, как Саенс, на самом деле. Тоже сортовал неплохо, потом как-то всё так потихонечку, потихонечку и куда-то вот. Ну, в целом, Пиастре, наверное, хочется похвалить, потому что новичка, он довольно неплохо справляется вот в таких ситуациях, когда есть какая-то борьба. Самое главное для Пиастре, что он сейчас делает, он, по большому счёту, не ломает машину. Накатывает, накатывает, накатывает. Откровенно просто, да, ну, в какую-то, в какую-то, как это, даже не знаю, назвать это правильно. Короче, ни в какие передряги не влезает человек. На рожон не лезет. Просто едет. Да, да, спасибо большое. В целом, как бы, с другой стороны, стартовал в десятом, его выгнал Леклер, ну, что, в принципе, как бы, ну, машина гораздо быстрее, то есть, вот, за счёт чего, собственно, проиграны позиции. Его выгнал Перес. То есть, в принципе, две позиции он потерял, ну, просто за счёт очень быстрых машин, которые... Ну, тут, да, извините, как бы, подвиньтесь. Тут не поспоришь ни с Рэдбулом, ни с Феррари. В целом, даже, несмотря на то, что Феррари была Леклеровская в Испании. Так что, в целом, на самом деле, не всё так плохо. Как бы, хотелось бы, верилось, что это хотя бы будет как-то там, может быть, одно очёчко где-то там будет получаться. Но, тем не менее, в любом случае, как бы, ему за эту гонку скорее плюс, чем минус. То есть, в отличие от Норриса, который сразу провалился, и всё, и сразу всё развалилось, ничего не поехало, сразу всё как-то сломалось, и темпа уже вообще не было никакого. В целом, там, вот, еле-еле там Магнуса на вогнали. Хотя долгое время вообще последний ехал. Вот. Поэтому... А остальных, честно говоря, вот я даже смотрю сейчас, знаешь, на таблицу, на Вильямс, на Хас, а там даже, честно, как-то и сказать-то нечего. Вот. Просто очередная гонка, просто вот, ну, вот, потому что... Ну, и Хюлькенберг, опять же, ещё, да, человек, который взлетел в квалификации, ну, а гонку всё расставил, собственно, по местам, потому что темпа у машины нет, опять же, никакого вообще. То есть, здесь просто уже ничего. Да, к сожалению, да. То есть, если они на каких-то, может быть, более узких трассах ещё как-то там борются, не пускают, то здесь мимо тебя просто проезжают, и ты уже совсем ничего не можешь сделать. Просто, то есть, там, было падение темпа, там, один проезжает, второй приезжает на одном круге, там, по две позиции, может быть, потеряно. И ещё, конечно, у меня большой вопрос и беспокойство вызывает Ботас. Это вообще... То есть, Джоу, Джоу, откровенно, блин, он откровенно сильнее стал. Он откровенно чётче, быстрее. То есть, человек хотя бы в очки какие-то там, прям эту несчастную заводит. Ещё бы не пугался, собственно, тени, было бы прекрасно. Нет, ну, да, тут тоже вопрос. Понятно, что, если бы там не штраф, Джоу был бы, наверное, на РТ 10-м и не 9-м. Но в целом... То есть... Что происходит с Ботасом, я вообще не понимаю. Он такое ощущение, что забил. Точнее как, я понимаю, видишь, я как бы не хотел к этому возвращаться, но как я раньше его ругал и говорил, что вот этот максимум ему был дан свыше, что называется, управлять хорошей машиной, и поэтому он довольствовался вторыми местами, иногда выигрывал что-то. То есть сейчас всё, как бы это вот Ботас, который просто вот это он, не знаю. Ну, то есть, мы проигрываем Джоу в квалификации, не выходим в сегмент, проигрываем Джоу в квалификации 4 десятки, в гонке тоже вот что-то. Понятно, что здесь, опять же, трасса специфичная, понятно, что стартовал далеко, прорваться тяжело, тем более на Альфа Ромео, но Джоу прорвался, тем не менее. Он на старте от... Ботас, мне кажется, задолбался просто. Ну, всё, типа. Он... Вот просто... Можно я просто буду ездить, ребят? Ну да, у нас контракт есть, он закончился, я за это время успел понаделать всяких сторонних бизнесов, человек я не бедный, буду периодически в ралли участвовать, а когда не будет ралли, буду с женой на велике кататься. Ну, всё. Ну, то есть, это реально... А когда-нибудь с женой на велике поеду в Носкаре в каком-нибудь или там ещё... Ну, это реально человек, который всё... Мне кажется, он такой. Ну, вот он... Он никогда не был прям топом-топом, он никогда не был дико амбициозным до чемпионства в F1, как мне кажется. Нет, мне кажется, он был амбициозным во времена Вильямса. Это его раздутая история, как мне кажется, абсолютно хорошо, правильно, маркетингово сделана история Вальтери Боттеса. Вальтери Боттеса — это чемпион уровня, когда тебе не с кем соревноваться. Ну, понятно, что любой бы таким был, если бы ему... Да, дай сейчас хорошую машину. Ну, у него, скорее всего, получится быть чемпионом. Если рядом... Дайте ему Мерседес прошлый. Да, ну, хотя бы, да. Вот, поэтому как бы... Вот, всё. А сейчас всё... У него всё хорошо. Он работает сейчас, максимально работает на своё лицо. на свою фамилию, куражится, везде светится. Я думаю, он там один из самых популярных сейчас медиагонщиков. Ну, мы не берём относительно... Абсолютные цифры, потому что, понятно, там Льюис там с его многомиллионной... Сколько у него там? 40 миллионов или 50... Я даже уже не помню, сколько у него там в... ВПН... Я придумал, как правильно называть. ВПН-сеть, я её теперь называю. ВПН-социальная сеть. Сколько там у Льюиса? Я не помню. Там огромное количество... Я не знаю сейчас. Десятки миллионов подписчиков. Понятно, если мы берём абсолютную цифру, то там тяжело, но мне кажется, что вот в таких вот именно ситуативных каких-то воспоминаниях Ботас, я думаю, один из лидирующих сейчас вот в медиапространстве, потому что есть инфоповоды всегда. И как бы вот это его сейчас основная работа. Ну, а гонки? Ну, да, гонки. Кому-то, может, не понравится. Там же всего 20 мест, как так? Ну, вот, типа... А вот так. А вы что хотели? Формула-1, добро пожаловать. Первый раз, что ли, здесь? Возьмите, подержите моё пиво. Вот, так что такое. В общем, да, как-то так. Ну, что ж теперь. Хорошо было бы, да? То есть, чтобы это была такая история Золушки, мы бы все порадовались. Вот у нас ещё один весёлый Ну, у нас, знаешь, у нас как-то много историй Золушек в последнее время. Мы в них верим. Как пришёл Албан. Хочется чуда, Люда. Я понимаю, да, я понимаю прекрасно, что хочется чуда какого-то. Но вот сейчас, знаешь, глядя на таблицу, да, вот даже на результаты гонки, на положение в чемпионате, и в личном, и в конструкторах, ну, пока что с Золушкой какой-то вот, какой-то. Выглядит Мерседес. Пока что вот. Вот условно такой вот. Если вот кому-то можно применить термин Золушка, то, наверное, пока что к Мерседесу, потому что, ну, больше я никого не вижу. Ну, блин, мне кажется, мы не так сильно успели отвыкнуть от того, что они крутые, и, типа, это не то, чтобы, там, возвращение через 10 лет, там, или... Ну, нет, ну, с другой стороны, по сути, там, если не откинуть победу Рассела, то победы-то вообще не было. То есть, как бы, одна победа за два сезона. Ну, подиумы были там, даже начинался с прошлой... Понятно, понятно, что подиум были. Но я в целом говорю, просто вот если мы берем все-таки термин Золушка, и вот так вот, я просто вот глазами пробегаю и думаю, вот кому-то можно еще. Хорошо. То есть, я чисто здесь, не то, что там соскучился по... по... без победам Мерседеса, но в целом. Ну, да, хорошо, здесь согласен абсолютно, да. Ну, как-то так. А в целом, да, то есть, а в целом, сейчас вот уже все, гонка прошла, очки раздали, и я смотрю на положение в чемпионате, оно, знаешь, вот, для меня оно какое-то странное немного. То есть, вот, ну, мы не этого ожидали, условно. То есть, Алонсо третий? Интересно. Необычно. 53 очка от Рио Леклера, ой, Леклера, извиняюсь, Ферстаппина от Переса. Ну, я не знаю, я вот, я считаю, что вот здесь уже все. Вот после Испании, вот уже можно говорить о том, что... 53 очка, это две победы и два схода. Понятно, ну, ты же сам понимаешь, какая мизерная, вообще, процент вот такого случая, чтобы Перес два раза выиграл, а Макс два раза сошел. Ну, и хорошо. Давайте верить в чудо. С другой стороны, опять же, два раза, ну, это будет три очка Макса преимущества. Он в других гонках опять будет впереди, он опять все равно это выиграет. То есть, здесь надо не два схода, а шесть сходов, ну, не знаю, семь сходов. Ну, надеждочка, надеждочка-то будет теплаться сразу. Ой, три очка всего, посмотрите, посмотрите, какие заголовки какие-то. Журналистам же надо о чем-то писать. Ну, Али Клер вообще ниже Сайнса в таблице. Ну, что это вот такое? Ну, куда это вообще годится? Мне очень нравится, что Сайнса просто раз за разом какими-то помоями обливают вот эти все шутки, там, еще что-то там. А по факту, да, уже какой год подряд, да, типа, где ваш Леклер, а где Сайнс? Типа, да, он же все время ошибается, он машина бедра. А что-то как-то вот цыплят-то по осени считают, и как-то каждый раз цыплят у него больше почему-то. Что происходит с Леклером, не понятно. Ну, конечно, тоже было куча мемов и всего вот этого всякого. Типа, да, это, конечно, даже уже, знаешь, как-то даже жалко Шарлетта уже. Ну, даже не то, что жалко, жалость плохое чувство, но как-то вот по-человечески хочется, конечно, обнять. Подойти просто человека обнять молча, знаешь, типа. Нет, вообще, да, я согласен, потому что, мне кажется, реально вот, я каждый раз вспоминаю наш с тобой подкаст четырехлетней давности, когда Шарлетт подписал пятилетний контракт с Феррари. Я помню, что мы с тобой удивлялись, типа, как так пять лет подписать? Ну, никто так долго, никто такие контракты длинные не подписывал, ну, в современной истории Формулы-1, потому что там, ну, обычно там 2 плюс 1 там или там 2-3 года как-то, ну, вот все. Это был максимум. То есть, для меня пятилетний контракт это что-то из начала 90-х. Это вот где-то там вот такие вот дела совершались. Такая паспорт у тебя забрали еще. Да, там приставили пистолет к виску, там сказали, что вот здесь вот какой-то есть очень мутный спонсор, вот он сказал, что надо. Извини, ребята, мы ничего делать с этим не можем. Потому что, ну, правда, вот я вот эти вот истории, такие длинные контракты, но вот только вспоминаю где-то вот оттуда из начала 90-х, когда там просто черт пойми, что происходило. И вот с Шарлем тоже насколько были высокие надежды, насколько казалось, пять лет, это же так долго еще. Еще успеется, еще все будет, сейчас Феррари соберутся, сейчас туда придут какие-нибудь специалисты, сейчас там все организуется, прогонят каких-нибудь итальянцев. И вот это все, ну, понятно, что у Васера, опять же, еще, ну, слишком маленький срок, чтобы что-то поменялось кардинально после вот такого глобального застоя. То есть, возможно, если Васер сохранит свою позицию до конца этого года и продлят его на следующий год как руководителя, может быть, что-то и поменяется. Но в целом пятилетний контракт истекает в следующем году. То есть, вот то, о чем мы говорили, пять лет пролетело просто вот по щелчку пальца. Да уж, нифига себе. А у нас чемпионство Феррари, как бы, ну, вот судя по таблице, даже не пахнет. Если говорить про вот этот год, Red Bull и Феррари, это 287 на 100 очков. 187 очков преимущества. Перед Феррари Астон Мартин и Мерседес еще торчат. Ну, как бы, то есть, вы даже в топ-3 уже не заезжаете, потому что Астон Мартин появился еще там, ну, достаточно, как бы, не знаю, конечно, как дальше будет складываться. Но пока все выглядит так, что тут придется еще и за третье место бороться так прям активненько. Ну, в общем, что будет, то будет, не знаю, посмотрим. Опять же, за этой гонки и любим. Каким будет сезон, я даже уже представить боюсь. Впереди у нас шикарнейшая Канада. Быстрая, мгновенная, сумасшедшая. Быстрая, опасная, с переменной погодой, с драматичными гонками. Казалось бы, стационарный автодром, но городская трасса, стены опять близко, вот это все, и да, и скорость, скорость, скорость. И периодически, хрен поймите, что там происходит. И что происходит, да. Потому что я, вот у меня в памяти, я на самом деле помню не так много гонок, вот прям, то есть при каких, в каких условиях, при каких обстоятельствах я их смотрел. Но я четко помню Канаду 2011 года. Да блин, ну это просто потому, что да. Нет, я просто помню, что я ложился спать, а на улице светало, там было часов 6 утра, по-моему, времени, а ее показывали всю уж тогда, то есть не было где-то ограничения на гонке. Для тебя же неудобная, неудобная гонка. Ее показывали 5 часов тогда, там 4.40, или 5 часов она шла гонкой, и это все показывали. А я сидел как бы, я прям помню, что я сидел еще на старой квартире, у меня был большой зал, но как-то перед телеком близко не стояло кресло и диван. Я помню, что я взял свой туристический стул с подстаканниками, разложил, у меня стояло пиво в подстаканниках, я сидел вот в этой фигня, я помню, что светает лето на улице, просто там птицы поют уже, люди на работу пошли, наверное, там куда-то. Я сижу в 5 утра, смотрю гонку какую-то, которая просто драматичная до ужаса. Ну, в общем, Канада такая Канады, надеюсь, что нам, конечно, еще там какие-нибудь эмоции такие подобные подарят. Что, ждем чудо тогда? В конце концов, только что был Лиман, на Лимане был Шарли Клер приезжал. Может быть, это его воодушевит. Мы сейчас приезжаем в Канаду, а там Феррари побеждают, представляете? Я, честно, я обеими руками за. Если будет просто какой-то такой вот вау, что-то вот, не просто там, как бы, знаешь, 18 человек сломались, две Феррари выиграла. Условно. Такое, нет, если будет прям, правда, какой-то Рубилово, будет какая-то драматичная интересная гонка, где будет там все вот просто, что мы любим, ну, будет очень круто, конечно, посмотрим. И у нас уже, в принципе, это у нас еще какой день недели? Среда? Да. Среда пришла, вся неделя прошла. Послезавтра, как ты хорошо сказал-то, а? Среда маленькая пятница еще. Ой, какая прелесть. Ну что ж, тогда у нас Канада скоро. Буквально уже послезавтра. Да, не забывайте, что там будут вечерние эфиры в основном. Там что-то квалификация вообще чуть ли не в 11 вечера. Кстати, я, слушай, я даже не смотрел еще вообще даже график-то. Мне даже, может, повезет, потому что я опять на автодроме работаю, и я думаю, что я даже успею приехать и посмотреть гонку в прямом эфире и быстро выпустить пять быстрых выводов, а не как в прошлый раз. Так что ждем, друзья, надеемся на интересную, хорошую гонку. Я, скорее всего, буду комментировать в свободные заезды и квалификацию на BeOnEdge. все, пока, спасибо, вы лучшие, мы тоже вроде... Как всегда, ничего себе такие. Да, можно к нам присмотреться. Одним глазком. Да. Еще раз всем спасибо, увидимся после... услышимся, увидимся. Не знаю, как получится, короче, после Канады. После Канады обязательно встретимся. Всем пока. Да, пока. Потому что от многих слушателей пришли письма с просьбами об этом. Это диванные подкасты. Здесь шумят моторы. Я, прикинь... Сейчас сделал все полочку. Я не ставлю. Ты поставил? Ну, ладно, тогда не буду тебе ничего сказать. Да ладно, нормально. Я хотел какой-нибудь такой учить. Вкинуть. Шлеп. Угу. Угу. Хорошо. 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 Субтитры подогнал «Симон»